Добрый день дорогие друзья! Мы находимся с вами в музее Камневеды и сегодня у нас музейный практикум, то есть я с членами клуба Камневеды занимаюсь формированием, комплектованием коллекции самой разной тематики в нашем небольшом музее. Сегодня я занимаюсь коллекцией кристаллов. Дело в том, что для учебного музея это очень необходимо, чтобы люди понимали, что кристаллические структуры, минералы имеют самый разный облик габитуса кристаллов и делятся они на семь сингоний. И вот здесь на каждой полочке, насколько позволяет место музея, мы делаем подборку самых разных кристаллов. Там кубическая, гексагональная, тетрагональная, тригональная сингония, рамбическая, моноклинная и триклинная сингония. То есть это идет от более высоких степеней форм кристаллов до самых низких и примитивных. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что эти кубики перита никто, конечно, не обтачивал. Это природные кристаллы перита и выглядят они в виде гексайдра, то, что мы называем кубиками. Вот такой прекрасный образец перита для коллекции кристаллов. Дело все в том, что когда вы будете формировать свои коллекции, вы, пожалуйста, обращайте внимание на то, что пусть даже у образцы кристаллов небольшие, но они должны быть достаточно выразительными. Вот, например, кристалл эпидода. Посмотрите на какой хорошей подставочке. Вы здесь можете увидеть все его, так сказать, грани, призмы, пирамиды. То есть вот такое завершение интересное. То есть не надо бояться того, что вы в свою коллекцию поставить образцы небольшого размера. Дело в том, что в небольшом размере кристаллы как раз иногда выглядят гораздо лучше, чем в больших массах. Ну, наверное, еще один известный минерал из группы, так сказать, из кубической сингании, да, вот минерал гранат, который широко распространен, но форма его кристаллов, это уже такие вот формы ромбододекаэдра, то есть где у нас на многограннике 12 граней, и они все ромбической формы, посмотрите, в виде ромбов, да. Вот, поэтому эта форма геометрическая у граната называется ромбододекаэдра. И этот образец тоже достоин коллекции кристаллов. Или, например, посмотрите на вот эту вот прекрасную друзу минерала куприта, это тоже кубическая сингания, и здесь мы видим друзу из актоидрических кристаллов. На самом деле, конечно, подбирать минералы для коллекции кристаллов надо очень, так сказать, точно понимая, что отражает каждый из этих образцов. Есть и другие группы сингоний, посмотрите, какой роскошный кристалл турмалина, это шерл, и вы можете хорошо убедиться в том, что это минерал тригональной сингонии. Видите, как хорошо видна на вершине пирамиды ось третьего порядка, которая, собственно говоря, по законам которой развивается этот кристалл. Это, конечно, совершенно великолепный образец для коллекции кристаллов. Но такие большие кристаллы, это, конечно же, редкость, но, тем не менее, очень интересно можете поставить. Здесь у нас, например, минерал тетрагональной сингонии, посмотрите, то есть это кристалл везувиана из Якутии, и здесь вы можете увидеть, что вот идет тетрагональная призма, и здесь ось четвертого порядка развивает. Конечно, в природе кристаллы натуральных минералов, они не сделаны как по линейке, которые нарисуют нам какой-нибудь геометр. Всегда в процессе роста происходит деформация граней. Это зависит от питания этого кристалла в процессе роста. Где-то было больше, где-то меньше, поэтому мы можем только предполагать, что минерал относится к тетрагональной сингонии, но эти знания надо уже знать. Но вы можете достаточно приблизительно определить, в какой группе сингонии относится вот этот вот прекрасный кристалл везувиана. Ну, наверное, самый известный из представителей гексагональной сингонии, который достаточно часто бывает в коллекциях, это вот такой прекрасный кристалл, причем он двуголовый. Это в кристаллах ценится всегда выше, то есть когда оба завершения существуют, потому что этот кристалл апатита, он развивался внутри, так сказать, мраморов, поэтому у него двойное вот такое завершение, великолепный кристалл гексагональной сингонии. Видите, если мы будем смотреть сюда вот по оси, то мы увидим, что у него шесть граней на призме. Великолепный совершенно кристалл для коллекции кристаллов. Дальше что? Ну, наверное, один из самых известных и распространенных минералов — это полевой шпат. И очень редко можно встретить полевые шпаты, которые вот таким вот образом великолепно, так сказать, демонстрируют свою моноклинную сингонию. Так что, вы видите, работы у нас достаточно много. Я думаю, что когда вы посетите музей камневеды, вы увидите эти коллекции уже в готовом виде и сможете изучить царство минералов. А сейчас я вас призываю всех собирать минералы, коллекционировать, подписываться на канал Камневеды. Приходите, слушайте наши лекции и, конечно же, участвуйте в наших полевых выездах. Так что удачной охоты, как говорят коллекционеры. Всего хорошего. До новых встреч.